Новое культурное пространство Дома культуры микрорайона Оргтрут подготовил шикарную новогоднюю и предновогоднюю программу для своих горожан. Сегодня у нас в студии директор Дома культуры Сергей Артемьев и режиссер Марина Тарновская. Добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, делитесь. Я смотрю, у вас настолько большой пассианс всех афиш. Да, очень яркая. Яркая палитра. Но, смотрите, мы начинаем с новогоднего подарка для самых маленьких. Это, пожалуй, то, к чему стремится каждое учреждение культуры, поскольку все детки ждут Нового года. На самом деле, для детей мы приготовили даже четыре формата разнообразных мероприятий. И, наверное, начнем мы с самых маленьких, потому что есть такой спрос. И, соответственно, мы приготовили теневой театр, который будет называться «Новогодняя история». Всех малышей от годика до трех мы ждем на сказочном представлении в теневом театре о том, как и зверята празднует Новый год в лесу. Вот. Это история для самых маленьких. А для детей постарше 3+, у нас будет интерактивная программа «Помощники Деда Мороза». Там они смогут поиграть, поучаствовать в играх, поводить хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой. Будет интересно. У нас уникальная злодейка на этом мероприятии. Не как Баба Яга, а у нас дерзкая рокерша, злюка-дюдюка. Что-то необычное будет. В этом году, понятно, что Оргтруд, конечно, расцвел. Сам микрорайон насытил культурной жизнью практически все ближайшее пространство. Я предлагаю вот сейчас, если нас смотрят горожане, жители района Оргтруд, либо жители района Доброе, кому поближе к вам добраться, давайте им устроим такой небольшой сюрприз и подарок. Пускай позвонят прямо сейчас к нам в эфир, и вы какой-нибудь пригласительный. Да, два пригласительных на нашу сказку. Ну, например, на 5 января. Давайте. Хорошо. Итак, друзья, звоните прямо сейчас в прямой эфир. Все очень просто. Кто первый дозвонится, тот получит пригласительные билеты. Два. Да, на новогодний спектакль в Дом культуры Оргтруд. Дальше что? Дальше мы как раз давайте поговорим о нашей сказке. Она у нас необычная, интересная. Новогодний подарок или компьютерные приключения Саши и Даши. Это необычная постановка, потому что ребята получат волшебный компьютерный диск и попадут в виртуальное пространство, где они побывают и в подводном мире, и в ледяной пещере, в сказочном лесу. И будет очень много опасностей, приключений. Но они совсем справятся, потому что у них будет самое главное вера в чудеса и дружба. Весь Дом культуры просто захлестнула вот эта волна подготовки. У нас все коллективы рвутся стать частью этого события, поэтому у нас будет много танцев, песен, движения. В общем, все готовимся, все ждем, очень волнуемся и приглашаем всех оценить, что же у нас все-таки получится. Марина, ну вы как режиссер, там действительно будет какое-то виртуальное пространство? Ведь компьютерные приключения заявлены в афише. Будет виртуальное пространство, будут виртуальные герои и будут еще секретики, которые зрители узнают только на самой сказке. Мы будем использовать все возможности нашего Дома культуры, потому что театрализованные интерактивные представления должны быть интересными. Нынешних детей сложно удивить, но мы это постараемся сделать. Вот к нам дозвонился тот зритель, который оценит ваши режиссерские технические наработки. Здравствуйте, вы в эфире. А вот. Здравствуйте, как вас зовут? Ирина. Ирина, мы вас поздравляем и приглашаем на... Нашу сказку. Спасибо. Итак, пожалуйста, не кладите трубку, оставьте свои контакты, и мы непременно скажем вам, как забрать свои пригласительные билеты на этот новогодний спектакль. Да, причем хочется отметить, что наша сказка при всех ее чудесах и волшебностях, которых будет очень много, имеет очень практичное такое действие. Она самая низкая по цене в городе, потому что мы мониторили с нашими коллегами, и у нас самая низкая цена. Это еще один козырь в пользу того, чтобы жители микрорайона Арктруд и всех, кто рядышком с нами живут, пожалуйста, приезжайте к нам в наш Дом культуры. Что дальше? Для подростков мы делаем интерактивную развлекательную программу с веселыми конкурсами новогодними, дискотекой, интересной программой. И также я хочу сказать о том, что мы не забываем всех жителей, всех возрастов. У нас огромное количество вот таких вот вечеров отдыха по разным датам. Можно замечательно провести вечер отдыха в нашем Доме культуры. У нас есть уникальная возможность. Мы приглашаем отличных артистов, готовим интересные новые конкурсы, украшаем наши залы. У нас есть киноконцертный зал, в котором будет проходить сказка, малый зал, в котором будут проходить вечера отдыха. Новогодний караоке состоится 15-17 января. А ближайшие мероприятия – это большой новогодний концерт. Это уже традиционный для нашего Дома культуры большой праздник, в котором принимают участие все наши творческие коллективы. И приглашенные артисты, наши друзья, которых никогда нам не отказывают и украшают наш праздник. Кстати, много ли сегодня тех самых коллективов, которые будут принимать участие в большом новогоднем концерте, ну и стали уже командой микрорайона Оргтруд. Да, конечно, потому что, как сказала Марина, у нас все коллективы рвутся в бой, все хотят принять участие. И вообще мы открыты к сотрудничеству. Есть уже полюбившиеся артисты, которых ждет наша публика, и без которых практически не обходится ни один концерт. Поэтому мы всегда рады, всех гостеприимно встречаем и всегда ждем всех гостей. И не только жителя микрорайона Оргтруд, но и всех гостей города Владимира. Приезжайте. У нас есть разноплановые коллективы и танцевального направления, и вокального, и театрального. Поэтому большая палитра того, что может понравиться. Наверное, каждый для себя что-то найдет интересное. Итак, давайте еще раз обозначим. Значит, есть у нас представление для самых маленьких. Да, от одного годика. От нуля практически. Да, нашу елочку покажут. Да, давайте покажем нашу афишу. То есть, на афишу можно найти ссылки в наших социальных сетях. ДК, нижние подчеркивания, Артруд. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, во всех соцсетях. И вы там увидите вот такую замечательную елочку. На ней представлены категории возрастные 0+, 3+, 6+, 12+. То есть, для всех возрастов, для наших деток мы готовы их встретить и удивить, и подарить им новогоднее волшебство. И также для аудитории постарше, вот у нас елка для взрослых, то есть 18+. Концерт новогодний у нас традиционно проходит, в принципе, для всех от 6 лет. Так что мы будем ждать всех. Ну и основное мероприятие наше новогоднее, новогодняя сказка, это для детей 6+. Чего бы хотели пожелать всем жителям микрорайона, кто сегодня, ваша основная зрительская аудитория, преданные детки, преданные взрослые, подростки, которые приходят к вам на мероприятия? Ну, хочется, чтобы они не забывали о том, что у них есть дом культуры, мы всегда рады их встрече. И, конечно же, хочется стабильности, благополучия пожелать, потому что это очень важно вот в наше время. Крепкого здоровья, счастья, любви. Как без нее? А мне бы хотелось пожелать быть открытым новому и не бояться креативности, потому что мы в Доме культуры пытаемся сделать абсолютно разнообразное пространство, и традиционное, и какие-то наварсы. Вот у нас сейчас стартовала Лига интеллектуальных игр даже. И поэтому не бойтесь экспериментов, приходите к нам и вместе с нами осваивайте культурное пространство. Да, мы расширяем его и открыто для всех. Вот такая сегодня огромная, интересная, яркая палитра новогодних мероприятий от Дома культуры микрорайона Оргтрут. Спасибо вам, спасибо, что вы есть. До новых встреч на телеканале «Врианты». И, конечно же, уже надо принимать поздравления с наступающим Новым годом. Спасибо, взаимно.